В Германии социальные сети, которые не будут своевременно удалять запрещенный контент, ожидают крупные штрафы. Это касается постов ненависти и фейковой новости. О новом законе, который одобрили в правительстве ФРГ, расскажет наш собственный корреспондент Шолпан Найманбаева. Германия уже давно ведет борьбу с пользователями, которые разжигают агрессию в соцсетях. Были громкие судебные разбирательства. В некоторых федеральных землях нарушителям даже выписывали крупные штрафы, вплоть до 7 тысяч евро. Однако, несмотря на это, злостных комментариев и постов в сети не стало меньше. Но теперь ответственность за контент, который запрещается немецкими законами, будут нести сами соцсети. У Facebook, Twitter и YouTube есть всего 24 часа, чтобы удалить посты, пропагандирующие ненависть, угрозы и межнациональную рознь. Они должны быть стерты спустя сутки после поступления жалоб от пользователей. В противном случае компаниям грозит солидный штраф. До 5 миллионов евро главному представителю Германии и до 50 миллионов евро для самой компании. Социальные сети несут ответственность за то, что публикуются их пользователями и не должны способствовать распространению информации, разжигающей ненависть. В сети, как и в реальной жизни, не должно быть места этому. Мы разработали этот закон, чтобы защитить жертв преступлений на почве ненависти. Компании, которые не будут выполнять своих обязательств перед законом, мы будем наказывать штрафами. Союз журналистов Германии, а также ряд политиков из партии «зелёных» выступили с резкой критикой. И даже назвали этот день «чёрным днём для интернета». Они считают, что закон может повлиять на свободу слова в сети. А между тем, многие жители столицы за ужесточение контроля в социальных сетях. К сожалению, в сети есть такие комментарии. Эта проблема существует, и с этим нужно бороться. Если не удалять, то как минимум наказывать. Я часто бываю в Фейсбук и считаю, что такие комментарии могут ранить душу. А это то же самое, что и физическая боль. Если кто-то комментариями ненависти ущемляет другого человека, за это, конечно, нужно штрафовать. Наказывать в соцсети будут и заложенные сведения. По словам экспертов, к примеру, в преддверии выборов канцлера в Германии придуманными новостями можно не только оклеветать кандидатов, но и существенно повлиять на их рейтинг. Фейсбук уже отреагировал на новый закон. Руководство намерено разработать эффективные методы борьбы с фейковыми новостями, а также сотрудничать с организациями, которые проверяли бы правдивость информации.